ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Ибн Надр, Ибн Кинана, Ибн Хузайма, Ибн Мудрика, Ибн Ильяс, Ибн Мудар, Ибн Низар, Ибн Наад, Ибн Аднан. А Аднан – один из потомков приносимого жертву Исмаиля, сына пророка Ибрахима, алейхиссалям. У него самое лучшее родословное из людей вообще. И в хадисе о том, как Ираклий, царь римлян, сказал Абу Суфьяну, «Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, что он принадлежит к знатному роду, но все прежние посланники принадлежали к знатным родам своих народов». Избранность пророка, саляллаху алейхиссалям. Посланник Аллаха, саляллаху алейхиссалям, сказал, «Поистине, Аллах избрал род Кинана из числа сынов Исмаиля, затем из рода Кинана избрал Хурайшитов, из числа Хурайшитов избрал род Хашима, а из рода Хашима – меня». Его имена. Все эти имена являются писаниями, а не просто именами, как у обычных людей. И эти имена вытекают из имеющихся у него похвальных и совершенных качеств. «Мухаммад» – это самое известное его имя, по которому он был ясно назван в Торе, и смысл этого имени обладающий множеством похвальных качеств. «Ахмад» – смысл этого имени – самый похвальный из творения Аллаха, и за множество достойных качеств восваляют его обитатели неба и земли, обитатели этого мира и обитатели вечности. Этим именем назвал его пророк Иса, алейхиссалям. «Муттаваттиль» – смысл этого мира, его имени – уповающий. Он назван этим именем из-за того, что в деле исполнения Ислама он уповал на Аллаха так, как никто другой не уповал. «Аль-Махи» – он, саллиллаху алейхиссалям, тот, посредством которого Аллах удаляет неверие, и никем не удалялось неверие так, как удалялось посредством него. «Аль-Хашир» – он, саллиллаху алейхиссалям, тот, умок которого будут собраны люди, и он таков, что как будто он послан для того, чтобы собрать людей. «Аль-Ақиб» – он, саллиллаху алейхиссалям, тот, после которого уже не будет пророка, и он является печатью пророков. «Аль-Мукаффи» – он, саллиллаху алейхиссалям, тот, кто последовал путем пророков и посланников, которые были до него, и поэтому Аллах сделал его их приемником. «Аль-Мукаффи» – он, саллиллаху алейхиссалям, тот, через которого Аллах открыл врата покаяния для обитателей земли, и он принял их покаяния так, как этого не происходило раньше. И он, саллиллаху алейхиссалям, больше всех обращающийся к Аллаху с просьбой о прощении и покаянии. «Наби-Аль-Мальхама» – он, саллиллаху алейхиссалям, тот, который был послан, чтобы сражаться с врагами Аллаха. Ни один пророк со своей общиной не усердствовал так, как это сделал посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, и его община. И такие великие битвы не происходили раньше. «Наби-Ар-Рахма» – он, саллиллаху алейхиссалям, тот, которого Аллах послал как милость для миров. И Аллах проявил свою милость, отправив его всем обитателям земли. Что же касается верующих, то они обрели эту милость полна. А что же касается неверующих, то люди Писания из них жили под его тенью, под его заботой и заветом. «Аль-Фатих» – он, саллиллаху алейхиссалям, тот, посредством которого Аллах открыл врата истинного руководства после того, как они были сотрясены. И Аллах посредством него отрыл глаза слепых, уши глухих и закрытые сердца. И Аллах посредством него отрыл страны неверующих, врата рая, пути полезных знаний и праведных дел. «Аль-Амин» – он, саллиллаху алейхиссалям, самый достойный, чтобы называться этим именем. Он тот, кому Аллах доверяет свое откровение и веру. Он заслуживает доверия среди обитателей небес и земли. Даже неверующие хорайшиты называли его заслуживающим доверия еще до того, как он был послан как посланник. «Аль-Башир» – радующий обещанием награды тем, кто повинуется ему, и предостерегающий о наказании тех, кто ослушается его. «Саид Валят Адам» – пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал «Я господин детей Адама в день суда, и говорю я это не для похвальбы». «Ас-Сирадж Аль-Мунир» – он, саллиллаху алейхиссалям, тот, который освещает без сжигания, в отличие от того, что освещает сжигая. Он, саллиллаху алейхиссалям, Абдуллах, то есть раб Аллаха, отличившийся особо усердным поклонением. Его общее описание Самое совершенное описание пророку, саллиллаху алейхиссалям, дал он сам себе, сказав «Я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, и я не хочу, чтобы меня заводили выше той степени, на которую Аллах установил меня». И он, саллиллаху алейхиссалям, был лучшим из людей по человеческим и нравственным качествам. Аллах Всевышний сказал «И поистине ты однозначно обладаешь великим нравом, Сура Аль-Калам». И Аиша, ради Аллаху Анха, сказала «И его нравом был Кур'ан. Он жил по Кур'ану, не переходил границ, установленных в нем. И он выражал довольство тем, что соответствует Кур'ану, и гнился тому, что противорит Кур'ану». «Халил Аллах». Он, саллиллаху алейхиссалям, сказал «Поистине Аллах избрал меня ближайшим другом, как он избрал Ибрахима ближайшим другом. Его внешность, его благородное тело». Сказал Аннас ибн Малик, «Лицо посланника Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, было белым и сияющим, а капельки его пота походили на жемчужины. Во время ходьбы он наклонялся направо и налево, и я никогда не касался тибаджа или шелка, которые были бы мягче ладони посланника Аллаха, и никогда не ощущал аромата мускуса или амбры, который был бы приятнее запаха, исходящего от посланника Аллаха, саллиллаху алейхиссалям.